Вжух, посмотрели видос о том, как получить люмину? Ну вот этот вот. Квест и правда очень быстрый и простой, так что как только я получил револьвер, пошел его тестить и готовить видос с впечатлениями. Так что давайте посмотрим циферки, обсудим общее впечатление и решим, куда нам с этим экзотом стоит идти, а куда нет. Меня, кстати, знаете как зовут? Джонни Лейни. А что за канал? Трипл Вайп. Кто бы мог подумать. Перки. Вернее, конкурс. Да, сначала конкурс. Разыгрываем сразу два ключа на текущий сезонный абонемент. То есть если вот ты люмину не смог получить, потому что она только для тех, кто купил сезонник, то это для тебя. Один ключ для PS4, а второй ключ для PC. Розыгрыш простой. Подписаться на канал, подписаться на группу ВКонтакте и сделать репост записи с розыгрышем, указав в посте платформу код, для которой тебе нужен. Изи. Итоги через неделю подведем. Перки. Да, теперь точно они. Благородные патроны. Экзотический перк этого револьвера. Благодаря ему убийство из люмины оставят после себя сущностей, по типу тех, что были на револьвере Шип. И после поглощения этой сущности, ваш следующий выстрел от бедра будет осуществляться неким самонаводящимся на союзника благородным патроном. Второй главный перк – Благословение неба. Этот перк, по сути, описывает действия благородного патрона. Он излечивает союзника и увеличивает наносимый урон, при том баф вешается на любое оружие. Скажем, снайперскую винтовку, стрельнули в напарника, зацепили благословение и ввалили по огру и снайпы большим уроном. На ульту, на гранаты, на любые способности этот баф, кстати, не действует. Баф к урону этого самого благословения в ПВЕ составляет 35%, в ПВП – 20%. Продолжительность действия самого бафа – 10 секунд. Интересно звучит? Немного сложно? Да брось, все просто, давай посмотрим. Отправляемся на поле битвы. С чего начнем? ПВП или ПВЕ? Начнем с ПВЕ. Тут баф от урона больше, как я уже сказал, 35%. Баф распространяется на все оружие, как я тоже уже сказал. Это значит, что и из гранатомета с твоими любимыми гранатами-шипами ты урона больше зальешь в босса, и из дробовика, например. Кстати, бонус к урону стакается с другими оружейными перками на увеличение урона, но не стакается с бафами от способностей, например, от раскола или кладезя варлока. Что же касается сохранения бафа при переключении на другое оружие в этом же слоте, да, баф сохранится, и вы можете переключиться на другую пушку, например, на бремя и дзанаги, если вы играете не на консоли. Вакаю привет. Так что, как видите, применять его можно. Другое дело, где? Да, баф полезный, да, больше урона, но сценариев для использования такого бафа, а не того же кладезя от варлока, я не смог придумать. Разве что вы играете стаком из охотников в каком-нибудь паноптикуме, и вот вам нужен этот баф на боссе. Короче, это из пальца высосано. Кстати, баф стакается до 5 раз, то есть вы в один магазин сможете зарядить 5 этих благородных патронов. Таким образом, один игрок с револьвером может убить 5 мелких противников, собрать с них сущности и раздать остальной команде из 6 если игроков, например, всем по бафу. Давайте лучше перейдем к пвп, ведь у меня все пвпшеры здесь. Пвп люмина хороша, если вы опять же на пк, и не очень хороша, если вы консольщик. Надоевшая тема про 150 архетип, да, в этот раз мусолить ее не будем, это просто факт и все, люмина лучше работает на пк. Теперь давайте разберем ее механики и чем она заслужила на ютюбе заголовки в стиле, пожалуй, лучший револьвер в игре. Логично, что 20% прироста к урону от бафа делают свое дело. Валить игроков за 2 тапа в голову приятно, хоть и нерегулярно это удается, да, получить мгновенный отхил и перезарядку тоже кайф, особенно после очередного бодика из вражеской снайперки. Однако, привыкнуть к револьверу все же необходимо. Нужно приучить себя вовремя подбирать сущности, они живут лишь 8 секунд, и вовремя вешать баф на себя и напарника. Благо, благородный выстрел имеет конский аимассист и самонаводку с рикошетом от стен, так что в разы облегчает попадание. Но не забываем и о том, что стрелять нужно именно от бедра, а то видал я гения, в который прицельно в своих стреляют? Господи, как нагибать и кайфовать с этим револьвером в пвп? Играть не в соло желательно, хотя бы пара-тройка игроков, которые будут вооружены люминой и будут знать, как она работает, сделают так, что вы распробуете новый экзот. Вы будете вовремя обмениваться бафами, вовремя друг друга саппортить, и у вас возможно даже появится в какой-то веке некое подобие тимплея, но это уж вы сами постарайтесь. Не забывайте, что например перк киллерский магазин стакается с перком люмины, а значит например с какой-нибудь поди разберись или инагурационной речи под бафом вы будете высекать противников только в путь. Конечно я играю на консоли и я не вкусил в полной мере то, за что этот револьвер полюбили горниловские бойцы. Однако поиграв с пару часов я стал привыкать и мне даже начало немного нравиться, думаю что продолжу привыкать и осваивать хотя бы просто ради разнообразия, механика интересная уж больно. Вообще наличие этой самой механики с подбором сущностей, перекидыванием бафа очень клево увлекает, заставляет экспериментировать, пробовать разные подходы, тактики. Короче минимальная такая щепотка рпг элемента в игре появится благодаря этому револьверу и это круто. Стоит ли выбивать? Да стоит конечно, квест плевый, делается за один вечерок, зато у вас в арсенале появится действительно необычная пушка, а не очередной экзотический револьвер как оказалось в начале. Барлаки теперь могут вообразить себя настоящим саппортом в любой активности, хотя есть кое-какой минус. Игроки-одиночки не получат столько фана и вообще вряд ли прочувствуют весь кайф от игры с этим револьвером. Бафать-то себя так просто не получится, разве что в прохожих стражей пулять своим благородием, простите. Такие дела страж, ставим люминя оценочки в комментариях, а мне под видосом ставим лайк. И не забудьте про конкурс, до связи!